Всем привет! С вами Xenazos и сегодня я подскажу, как установить Dota 2 и какие стартовые настройки можно будет сделать для более комфортной игры. Надеюсь, видео будет полезным, поэтому досматривайте его до конца и поехали! Первым делом нам нужно, конечно же, скачать Steam. Пишите в поиске «Скачать Steam», нажимаете на самую первую ссылочку, нажимаете далее «Загрузить Steam» и Steam у вас загружается. Следующим шагом у нас, конечно же, вход в Steam. Если у вас был уже аккаунт, то, конечно же, входим. Если не было, то регистрируемся. Там нет ничего сложного, вам понадобится только почта. Ну и также там есть разные приколюхи, привязка к телефону и тому подобное, но нам это не надо. Я захожу в свой аккаунт и поехали! После входа Steam открывается сразу же на вкладочке «Магазин», но покупать мы тут ничего не будем. Справа вверху в строке пишем «Dota 2» и обратите внимание, «Dota 2» является бесплатной игрой и, конечно же, нажимаем на нее. Далее, слева внизу будет надпись «Либо играть», если у вас уже установлена Dota, либо, конечно же, добавить в библиотеку. После того, как вы добавили в библиотеку, она у вас вот тут высветится, где и все игры и начнет загрузку. После загрузки нажимаем «Играть». Ну вот и все, теперь у вас есть Dota 2. Итак, друзья, теперь у нас есть Dota 2. Что нам нужно дальше сделать? Конечно же, немного поднастроиться. Заходим вот сюда вот в настройки и смотрим, что у нас тут есть. Стандартное управление. Вы сюда заходите, конечно же, и выставляете сначала бинды на предметы. Как и в первой доте, есть бинды на предметы. Да, еще бы в доте 2 их не было. Ставьте, как вам удобно. У меня лично стоит, как и с первой доты, пробел слэш 4.5, ее тап и тому подобное. Единственное, вот эта вот тема с «Е». Если вы вставляете «Е», то, к сожалению, вам приходится играть постоянно на русской раскладке. Если у вас будет английская раскладка, то, конечно же, вам будет тяжело, потому что во время замеса вы можете переключить раскладку и бинд у вас работать не будет. Поэтому держите эту тему в курсе. Если честно, эта тема бесит, почему ее не пофиксят? То есть неважно было бы, чтобы какой язык у вас стоит, и типа бинд всегда обработал, как и в первой доте. Но тут, к сожалению, по-другому. Но ничего, также можно выставить себе нейтральный вот этот артефакт на кнопочку. И, конечно же, отдельный под ТП слотик также можно выделить. В принципе, в стандарте тут все очень простенько. Вот самый интересный момент – это, конечно же, лавка. Некоторые ребята у меня спрашивают, как быстро закупаться. И это все мы сейчас также настроим. Также мы еще настроим графику, настроим звуковое сопровождение. Вам, в принципе, не нужно графику. В принципе, сообщество. Тут тоже можно все понастраивать. Это сейчас будем досконально разбирать. Я лишь приведу вам максимально важные моменты, которые облегчат вам переход, допустим, с первой доты на вторую. То, как я это, в принципе, делал, то, как я это вижу. Сейчас будем разбирать первый момент. Первый момент – это бинды. Я думаю, бинды уже выставили. Далее следующее, что нам необходимо. Все в стандарте, в принципе, действие юнита, все в стандарте стоит, как и в первой доте. Тут ничего особо менять не нужно. S – это, допустим, остановиться. H – это hold и тому подобное. Лавка. Далее, что нам нужно сделать? Смотрите, выбрать курьера. Это у нас F2. Вы можете также курьера забиндить на Ctrl-2. Такие же бинды здесь есть, как и, в принципе, и в первой доте. Ctrl-2. Далее, курьер доставить предмет. Вы также можете поставить на хоткей образ. Нажимаете F3. И у вас курьер побежал доставлять вам артефакты. Быстрая покупка. Это у нас Alt-R. Почему у нас стоит быстрая покупка Alt-R? Потому что у нас магазин будет открываться на Alt-E. То есть вы можете выставить, чтобы у вас лавка открывалась на Alt-E. А, конечно же, быстрая закупка на Alt-R. Это мы сейчас тоже покажем. Чат вам, в принципе, не нужен. Можно тут выставить фразы. Колесо чата. Это, в принципе, уже такое. Это для продвинутых. Но нам нужны самые основные настройки. Заходим вот сюда, в расширенные настройки. И теперь, что мы можем тут делать? Если честно, у меня все стоит максимально в стандарте. Ничего нового я не делал. Вот тут все в стандарте оставляем. Далее. Нам нужен вот этот магазин. Я сейчас уберу свою веб-камеру. И сейчас мы тут разберем некоторые моменты. Смотрите. Лавка это важный момент для того, чтобы вам легче было закупаться. Курьер, ускорение. Это все у меня не стоит. Вы можете себе это выставить. В целом, все настройки я рекомендую просто лично пройтись и не ставить, как у меня. Возможно, даже выставить что-то лучшее. Давайте посмотрим, как стоит у меня. Купить закрепленный предмет. Предметы будем закреплять с помощью шифта. Нажимаем shift. Нажимаем на предмет. И, конечно же, это я чуть позже покажу. И он у вас высветится в определенном месте. И вы сможете спокойно его, так сказать, задушить. Открыть лавку. Alt-E. Это нам важный момент. Открыть-закрыть у нас будет Alt-E. Это выставляете. Забрать предмет с тайника. Это тоже можно будет выставить. Купить закрепленный предмет Alt-T. То есть вы сможете закрепленный предмет. Вообще там телепорт. У меня на Alt-T вообще телепорт покупается. Не знаю почему. Но, видимо, так нужно. И теперь самый важный момент. Что нам нужно? Это классическая раскладка первой доты. Если есть олды, которые ставят классическую раскладку, то вы можете, конечно же, себе поставить классическую раскладку и не париться. Если вы ее убираете, у вас становится на Q-V-E-R весь контроль. И если вы не хотите на Q-V-E-R и D-F, чтобы у вас стояло, ставьте классическая раскладка. И, в принципе, все. Следующее это у нас настройки. Вот такой вот темы. Вы можете настроить здесь мини-карту, настроить игру, автоатаку. Все это вы можете здесь выставить. Тут очень много разных приколюх. Есть такие, как умные применения, приказ юнитам через калыш и контрол. Я этим не пользуюсь, но это очень профитно. Многие проигроки Dota 2 этим юзаются. Но мне, если честно, как любителю хватает тех настройок, которые стоят у меня. Давайте обратим внимание на мини-карту. Мини-карту вы можете как хотите крутить. Можете поменять. Можете просто поменять цвета. Можете скрыть фон. То есть у вас мини-карта будет немного вот такая непонятная. Вот по альту, по нажатию альта вы можете тут выставлять вот такие вот темы, что у вас просто будут показываться иконки, либо герои. Увеличенная мини-карта. Если вы поставите увеличенную, она у вас будет намного больше. Упрощенный фон. Это вот такой вот фон. Он мне нужен. Мне он не нравится, потому что он очень яркий и очень сильно выбивается. Иконки героев на мини-карте. Также по нажатию альт можно выставить. Ну как вот тут на примере. Нажали альт и у вас показываются герои. Какой герой там есть. Инвертируем мини-карта справа. Это все можно также выставлять. Далее. Сообщество. В сообществе вам в принципе ничего здесь не нужно. Переходим далее. Графика. Самый важный момент. Ребята, если у вас очень слабый ПК, то я рекомендую, конечно же, побаловаться вот здесь вот в разрешениях. Поставить самый минимум. И, конечно же, убрать все вот это. Абсолютно все убрать. Простые настройки у меня стоят. Да, тупо вот качество, текстуры. Вот это все можно поставить. То есть вы можете индивидуально подогнать под себя все. Абсолютно все в Dota 2 можно подогнать под себя. Качество теней, все это, это можно все вот так вот понавыставлять. Вот так вот все убрать, что вам не нужно. Но рекомендую, если у вас слабый ПК, сначала попробовать вообще на низкое. Вот сюда простые настройки класса. И закидывать, конечно же, на низкое. И на низком пробовать играть. Образно давайте я попробую на низком. И далее что мы сделаем? Мы зайдем сейчас, допустим, в какой-нибудь бета-тест. Давайте это будет у нас АКС. Нажимаем опробовать. И давайте сейчас посмотрим, как сильно у нас поменялась графика. Если мы ставим на минималку и, конечно же, на максималку. Сейчас у нас стоит самая минимальная графика. И как вы видите, у нас вот все без анимаций, конечно же. Ну, такие, знаете, простенькие анимации. И вообще напоминает первую Dota. Потому что текстуры, в принципе, очень даже похожи. И смотрите, теперь давайте применим те бинды, которые вы себе уже выставили. Alt-E. Нажимаете, магазин открывается. Alt-R нажимаем. Мы не можем ничего закупить. Правильно? Правильно. Теперь нажимаем на файзы Shift. Зажимаем Shift на клавиатуре. Нажимаем левую кнопку мыши. И у вас появляется вот такая тема. Это закреп. Как только у вас появляется золото для того, чтобы что-то купить, нажимаете Alt-R. И, конечно же, на что у вас хватало денег, то вы и покупаете. Еще раз нажимаете Alt-R. И у вас это еще раз покупается. То есть то, что мы выставили в стандарте в своих настройках, то у вас теперь тут работает. Нажимаете Alt-R. И, конечно же, у вас покупаются файзы. Также бинды у нас все работает. И все отлично. Далее, что вам нужно знать. Alt-R у меня это покупка телепорта. Как видите, Alt-R по покупке телепорта, я думаю, нет никаких проблем. То есть закрепленный предмет, это вот этот предмет и есть закрепленный. По идее, тогда нажимаем Alt-R. Alt-R у меня, допустим, покупается телепорт. То есть там можно выставить, как вам удобно, ребятки. Следующий момент, который хотелось бы с вами обусловить. Это, конечно же, тут есть уйма фишек. Это все, на самом деле, в один видос, наверное, не поместится. Но я не знаю, как это лучше скомпоновать. Тут можно, в общем, прокачивать скиллы через Ctrl-E, Ctrl-R, Ctrl-C. Допустим, нажимаете, у вас скиллы прокачат. То есть не обязательно нажимать вот так вот скиллы точечно. Это, конечно же, не особо профитно. Итак, друзья, я пересоздал немного лобби и сейчас подскажу вам еще некоторые комбинации, которые могут вам облегчить немного игру в Dota 2. Таких, которых нету в первой доте. Именно вот эти комбинации сейчас мы подразберем. Образно, у вас уже есть левел для того, чтобы прокачать. Что бы вы делали в первой доте? Вы бы прокачивали таргетно, да, допустим. О, мы можем вкачать Сайленс. Ну, давайте вкачаем. Нажимаем, допустим. Оп, и вкачали. Это неправильно. Во второй доте вы можете делать это все с помощью Ctrl. Нажимаете Ctrl и у вас засвечивается вот так вот Hotkey. И, конечно же, вы можете прокачать по нажатию Hotkey. То есть Ctrl-T вы вкачаете третью способность. Это намного удобнее, нежели чем вы вкачали бы таргетно. Зажимаете Ctrl и прокачиваете определенную какую-то способность. Образно, Ctrl-W. И отдаем 1, 1 очко атрибута вот сюда в глоевые. Это очень просто. Также далее, какой у нас тут есть еще один прикол? Все вы знаете, что в первой доте обязательно нужно правой кнопкой мыши для автокаста нажимать над способностью. И вот так вот начинает крутиться. Тем самым сигнализируя о том, что вы должны, так сказать, сейчас бить постоянно глоевами. Как видите, глоевы работают. Но не обязательно это делает правой кнопкой мыши. Можно нажать Alt-W. То есть у нас Hotkey W на глоевах. Alt-W. И у нас глоевые отключаются. Можно нажать Alt-W снова. И, конечно же, глоевые включатся. Это очень удобно. Но есть один большой минус. У нас на Alt-R стоит закупка, фастовая закупка, да, артефактов. И если у вас Fuscar или Traxa, то, конечно же, на R вы не сможете включать или выключать. Тут уже нужно будет как-то перестраивать свои Hotkey и делать немного по-другому. В целом, лавку магазина вы можете выставить, как вам удобно. Но мне лично удобно на Alt-R. И, в принципе, никакого дискомфорта мне это не выводит. В принципе, вот такие вот небольшие тут фишечки по закупу артефактов, по включению и прокачке скиллов я вам рассказал. Давайте сейчас перейдем на более лучшую графику и посмотрим, как у нас сильно графика поменяется с вот этой графики, которая у нас тут есть. Вот эти пиксели, да? Первая Dota. И, конечно же, перейдем во вторую. Итак, сделал я, конечно же, нормальную, четкую, красивую графику Dota 2. Обратите внимание, как поменялась сильно детализация. Детализация очень сильно поменялась и, конечно же, добавились у нас вот такие вот красивые эффекты. И, в принципе, Dota 2 стала похожа, в принципе, на Dota 2. Так что, вот такая вот приколюха. В принципе, по тому, как настроить Dota 2, я думаю, в принципе, тут более чем все понятно. Рекомендую вам в целом самому полазить по всем настройкам. Лично я вам подсказал то, что стоит у меня, то, чем я лично пользуюсь. Возможно, есть еще какие-то более глобальные фишки. Я не играл Dota 2 5 лет и поэтому сюда вернувшись, так сказать, стандартные какие-то настройки, которые я никогда не ставил, я их, в принципе, и не ставлю. Рекомендую вам соло, ребятки, зайти и всем, так сказать, вот так вот все проклацать и посмотреть. В принципе, далее, что мы будем делать, это в следующем видосе, это, скорее всего, разборы, разборы не героев, а именно, где-то тут была вот не героя и нам не магазин нужен, вот, общие предметы. Вот здесь мы все вот это будем разбирать, ребятки. А на этом пока все, не знаю, поставьте лайк за этот видос. В целом, я думаю, начальная информация вам как-то хотя бы пригодится, так сказать, упростит вам небольшой такой маленький переходик в Dota 2. Ну и, в принципе, друзья, все, с вами был Xenazos и до скорого, дополняйте это видео внизу в описании, что самое годное, что самое полезное. Возможно, я даже себе что-то перейму, может, тут будут игроки с Dota 2, они, конечно же, что-то подскажут. Я, конечно, буду этим пользоваться. На этом все, друзья, всем пока.